Сначала задумали ремонт развязки на закива людей. Назло всем. Зимой, с закрытием улицы, за ахульяр денег и налоговик Морзаев, который помогал Хабиру в Московской области воровать, а теперь за это стал главным дорожник, просто послал всех на три буквы, сказав «Я вас услышал». Нет, он не извинился за неудобства, он не отложил решение и не стал нас кормить завтраками, как они это любят, а просто послал нас в сад. Потом Алёна Савельева отличилась картинками с голыми пашкирками и педерастами и в ответ на возмущение народа только мычала в эфире, причём я не буду сейчас критиковать её, а только попрошу нарисовать, например, голых евреек или голых чеченок в национальных костюмах. Слабо? Почему-то русских иванов нетрадиционная ориентация ты не нарисовала, кого следующим ты нарисуешь? Потом, 13 января, в Кану Скалах по беспределу забирают парней, подкидывая им пистолет, вот эти вот люди. Налицо идёт нагнетание обстановки. Казалось бы, совершенно невыгодная Хабиряна ситуация, но всё-таки при чём тут баш РТС? А то, что главная проблема, от которой хочет нас увести Мурзагулов по команде Хабиряна – это баш РТС. Уж больно хорошо они грабят народ, завышая тарифы на тепло больше, чем в Сургуте или Питере. И пришла команда с Кремля максимально зачистить информационное поле и зачистить активных парней, запугав их чистками перед народным выступлением 18 января. Москве очень нравится, как Хабирян грабит свой народ, и для них катастрофически важно протянуть как можно дольше. А там уже и зима кончится, и люди забудут до следующей зимы. А потом они опять ещё что-нибудь придумают. Три года активисты бьются с баш РТС, а их только футболит по кабинетам. И поверьте мне, так дальше и будет, и только на улице мы сможем продавить своё мнение, добиться уголовного дела для всех руководителей баш РТС. Полного возмещения переоплаченных денег, полного возврата теплосетей в собственность республики и добиться начала уголовных дел в отношении этих вот самых мусоров. Но каждый при этом должен понять и сделать выводы, что из-за того, что парней когда-то отговорили ехать в Кармаскалы, мы просрали своё стратегическое превосходство, достигнутое на Куштау 15-16 августа, и больше не повторять таких ошибок, только улица и по каждому полу, так чтобы они срались лишний раз трогать народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова